Согласно действующему российскому законодательству, пользование чужой банковской картой влечет за собой уголовную ответственность. Подробнее об этом нам рассказали в Одинцовской городской прокуратуре. За кражу, совершенную с банковского счета в отношении электронных денежных средств, предусмотрена уголовная ответственность. По пункту Г, часть 3, статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции указанной статьи предусмотрены следующие виды наказания. Штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы до 5 лет и лишение свободы до 6 лет. Кроме того, предусмотрено и дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы. Важно понимать, что использование чужой банковской карты, в том числе найденной в общедоступном месте, для оплаты покупок, например, путем бесконтактной оплаты, также является хищением денежных средств с банковского счета. Уголовная ответственность наступает из-за покушения на совершение хищения средств с банковского счета при помощи банковской карты. Например, в случае, если банковская карта была найдена и использована для оплаты товаров в магазине. Однако, совершить покупку не удалось, поскольку владелец карты ее заблокировал. В соответствии с частью 4 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, преступление, предусмотренное пунктом Г, часть 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, относится к категориям тяжких, что дает право суду назначить лишение свободы даже тому лицу, который совершил впервые преступление. Кроме того, для квалификации преступления по указанной статье Уголовного кодекса Российской Федерации не имеет значения сумма похищенных денежных средств с банковского счета, за исключением хищения в крупном и особом крупном размере 250 тысяч рублей и 1 миллион соответственно. При этом уголовное дело по преступлениям, отнесенным к категории тяжким, не может быть прекращено в связи с примирением с потерпевшим или назначением меры уголовного правового характера в виде судебного штрафа.